Вы знаете, я сегодня проанализировал фотографии, которые были сняты боевиками после того, как сожгли людей, они зашли в это здание и с флагами Украины, лекуя с третьего и четвертого этажа, начали кричать о своей победе. Так вот, по этим фотографиям я могу однозначно сделать вывод, что люди бежали с первого по пятый этаж, и так как было интенсивное горение с первых этажей, кто-то был беременный, без женщин, кто-то молодой, они задыхались. И по мере того, как продвигалось горение, видны по горевшим трупам, что на самом деле там случилось. И заметьте, на крыше было небольшое количество молодых ребят, которые успели с этого дыма выскочить вовремя на крышу. И тем самым спастись, зажженное снизу здание Дома профсоюзов. Я всегда об этом вот в последнее время говорю. Я в 14 лет первый раз попал в Хатынь. И когда я приехал, своему деду рассказал о том, что дед, смотри, я видел, как немецкий батальон СС сжег наших людей. И тогда мне дед сказал, сынок, это сожгли украинцы. И я с дедом очень сильно поругался, я долго не разговаривал, я уже был достаточно взрослым мальчиком. И только в начале 2000-х годов из средств массовой информации я узнал, что на самом деле в этом батальоне, который сжег Хатынь, не было ни одного немца. Там были все, от офицеров до рядового, одни украинцы. Сегодня на Украине восстановлено западными спецслужбами дивизия СС Галичина. И батальон, один из батальонов, возможно тот самый, из правнуков, внуков, сжег украинских граждан, жителей Одессы. Это вторая Хатынь. Я полностью разделяю мнение, которое сказали сегодня выступающие люди, приехавшие с Одессы. Пусть проклянет их Господь Бог, этих людей, которые сделали это. Им не уйти от ответственности. Это говорим мы, ветераны, люди, которые знаем, что такое война. И здесь стоят со мной мои боевые товарищи и руководители, которые абсолютно поддерживают мою точку зрения. И здесь стоят со мной мои боевые товарищи и руководители, которые сделали это. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok